К 235-му военно-транспортному авиационному полку вручается боевое знамя как официальный символ и воинская реликвия. Под звуки оркестра и крики «Ура!» в соответствии с указом президента Российской Федерации, воинскому подразделению Ульяновской области торжественно вручили боевое знамя. Это не просто знак отличия, а олицетворение чести, доблести и боевых традиций. Знамя передал командующий военно-транспортной авиации России Владимир Бенедиктов. Он отметил, что согласно указу во всех силовых структурах, где предусмотрена военная служба, идет процесс замены боевых знамен. Личный состав полка, она сильно вносит весомый вклад в обеспечение боевой готовности вооруженных сил. Благодаря самоотвержденному труду личного состава сегодня на высоком уровне решаются все поставленные задачи. Алексей Русских поздравил военнослужащих и добавил, что регион всегда играл важную роль в развитии гражданской авиации России. В 30-е цирковые годы прошлого века в Ульяновской ледной школе и ледном училище обучалось свыше 560 военных летчиков. Среди них 46 героев Советского Союза. Многие наслышаны о подвигах знаменитого ульяновца дважды героя Советского Союза, военного летчика, бомбардировщика Ивана Семеновича Полубина. 235-й военно-транспортный авиационный полк был сформирован в Брянской области в 1989 году. С февраля 1995-го полк приступил к переобразованию на новое место дислокации в Ульяновск, а через три года прекратил существование. По поручению главы государства Владимира Путина авиаполк был возрожден. Он вошел в состав 18-й военно-транспортной авиационной дивизии и дислоцируется на площадке аэропорта Ульяновск-Восточный. Анна Тищенко, Улправда ТВ